Добрый день, дорогие друзья и гости канала. С вами Элеонора, гид в Праге. Последние денечки сентября. Сегодня выходной день, воскресенье. И я иду на барахолку в местечке Ржедкошт. Солнышко светит, но уже прохладно. У нас с утра было 8 градусов. Поэтому одеваемся, утепляемся. Осень. Я иду на барахолку с дальней парковки. Потому что людей очень много, машин много. И думаю, что там поближе к ней уже и мест нет. Вот так выглядит Местер-Жедгошт. Вот такие здесь домики маленькие. Вот здесь можно видеть, из каких камней построены дома в Чехии. Видите, огромные. Но строили из того, что было в то время. Этому дому уже больше 100 лет. Но никто не живет заброшенный. А вот в этом доме уже кто-то живет. Симпатичненько. И у чехов популярно на домах вешать образ солнышка. Вот разные игрушки продаются. Посуда современная. Чашечка, правда, не очень современная. Посмотрите, какой симпатичный рисунок. Что это такое? Ведерко какое-то стеклянное. Пиркинхаммер. Красивый рисунок, да? Фигурки маленькие какие-то. Железяки опять нужные в хозяйстве. А вот часы какие симпатичные, старинные. Какой милый утюжок сувенирный. А вот и не сувенирный. Вот как они таким гладили, да? Тяжело, наверное, было его таскать туда-сюда. Сколько кукол коллекционных. Мальчик-морячок. Девочка-принцесса. Вот какой красивый сервиз. Ну, это однозначно конец 19-го, наверное. Очень красивый. Ну, да. Точно конец 19-го. Потому что, видите, носик какой. Наверное, чайник. С такой характерной формы. И ручка красивая. Что тут еще? И вот мне нравится. Маленькая чашечка. Здесь есть что посмотреть, да? И вот такие блюдечки. С кракелером. Германия. Вот здесь какой рисунок красивый. И что это за цветок? Не василек. Точно. Вот я же не могу определить, что это за цветок. Вот чашка красивая. Ой, какое-то красивое. А вот такой сливочник. Я вот прям давно искала. Сейчас узнаю, сколько он стоит. Вот. Именно с такой формы. А, это сервиз. Наверное, все продается целиком. Сейчас узнаю цену. Сколько стоит. Можно и монашку прикупить. Если так вот. Ноги, правда, у нее отдельно. Руки отдельно. Швейная машинка Минерва. Это, по-моему, чашская фирма. Но это не точно. Куколки по 50 крон. Тоже такой симпатичный сервиз. Чайный. Но тот мне очень понравился. С маленьким сливочником. Стоит он 300 крон. Не знаю, я еще подумаю, если покупать или нет. Потому что, как бы, мне все вместе не надо. А сливочник отдельно не продается. Вот здесь уже продаются новогодние декорации. Вот такие игрушки делают в Саксонии. Вот это прямо саксонский. Забыла, как называется. Это у них такой очень популярный образ. Ставится... Как-то там ставится свечка. У него изо рта должен идти дым. Но это не точно. Матрюшечка есть тут же. Вот такая. Пупчик симпатичный немецкий. Но у него уже объедены пальчики. И даже есть зажигалка Криворожского электрозавода. Да еще и со знаком качества. Купить, что ли, оно, мне кажется, прям совсем новое. Ну, никто не пользовался. Безотказно работающая вещь. Не то, что современные. А сколько рабочая одежда продается. Ботинки, куртки. Жерезяки опять. Разные. А вот эти кожаные штаны Это такие в Германии носят. Я только не понимаю, почему они все в дырочку. Это какой-то гриб. Одна штука 10 крон. Не знаю, что это за гриб. Книги старинные. Ну, в общем, такая вот сегодня барахолка. А это прямо для оформления замка. У кого есть замок, можно прикупить. И фамильные портреты, в том числе. И чешского льва. Лошадку тут и сняли. Вот эти декорации. И лошадка старенькая. Медуза горгона страшная. Медуза горгона. Медуза горгона. Медуза горгона страшная. Медуза горгона. И вот это мне нравится очень для сада, я бы очень хотела, сейчас узнаю сколько стоит. Просим Вас, а сколько кто стоит? Пять тысяч. Ну пять тысяч стоят, вот эти два стола и столик. А вот так раньше руки мыли, да? Кувшин. А тут вот продаются куколки в национальных костюмах. Но все уже в печальном состоянии. Ну а кукла эта до сих пор продается. Но требует ремонта. Я уже в предыдущем видео ее показывала. К сожалению, у нее там проблемы с глазками серьезные. Ее надо ремонтировать. Паравусики старинные. Паравусики старинные. Здесь, посмотрите, какое продается большое блюдо с такими цветами. Такое подозрение, что это советское. Сейчас посмотрим. Паравусики старинные. Но правда ведь? Что это за завод? Напишите в комментариях. Не знаю клеймо. Ну точнее я видела, но забыла. Сделано в Советском Союзе. А вот продается интересная книга. Называется «Историческая мебель». И здесь, видимо, все-все-все про то, как делалась мебель. С какими характерными деталями для какого столетия. Но иллюстрации... А, иллюстрации тоже есть, но не очень много. С терминологией. Ну, в общем, для тех, кто занимается мебелью. Прям хорошая книга. Вазочка. Стекло опять. Можно и волосы прикупить. Накладные. И, по-моему, даже настоящие. Из человеческих волос сделан шиньон. А там еще какую-то куколку симпатичную. Сейчас узнаем, сколько стоит. Ну вот я добралась до куклы. Она из целлулоида. Глазки у нее уже плохо открываются. Зубиков у нее нет. Платье, не знаю, может быть, даже родное. Вот такая компания выпустила. Паричок тоже уже в печальном состоянии. Но глазки, главное, не работают. И зубиков нет. А так она, в принципе, целая. Целая. Сейчас узнаем, сколько стоит. Это уже какая-то чехословатская посуда. Вот такой вот продается молочник. С розами, да? С шиповником. Это Германия. 40 крон. Хорошо, когда цены написаны. Не надо спрашивать, да? Как они спокойно лежат, да? Привязаны, не привязаны, не видно. Ну, наверное, привязаны. Семья. Продается. А, к машине привязаны, точно. С цепью примотана. Хорошенькие. Уже появились в продаже елочные игрушки. Вот это похоже на советского периода, да, игрушки? Ну, мне так кажется, не знаю. Мне кажется, в моем детстве такие были. Вот, по крайней мере, такая точно была. И вот этот домик симпатичный. Попробка на бите головы солдата Швейка. А здесь уже начинается овощной рынок, и я иду, как обычно, покупать овощи. Ну, еще можно вот животных прикупить, но мне не надо. Мне только овощи. А вот здесь продается очень вкусный хлеб. Пекут его сами на натуральной закваске. И у меня, когда есть возможность, я сюда приезжаю, я всегда стараюсь его купить. Поэтому, если кто-то живет в Чехии, недалеко от рынка Ржихвождь, очень рекомендую. Красивая. Ну, а я с вами прощаюсь. Всего вам самого наилучшего. Тепла. Ждем еще бабье лето, чтобы оно было и было еще тепло. И до новых встреч. Всем пока. Пока. Пока.